Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня указом президента России на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефёдов. А начальником управления МВД России по Убрянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов. Их представил личному составу министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Было отмечено, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, долгое время работали в подразделениях криминального блока, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-розыскной деятельности. Министр поставил перед ними ряд приоритетных задач, в числе которых преступления в сфере незаконного воза оружия, оборота наркотиков, экстремизма, а также имеющих принципиально важное значение в масштабах страны, связанных с выборами президента России. Владимир Колокольцев констатировал, что в сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией имеется положительная динамика. При этом многие приоритетные направления остаются общими. Обозначу ряд из них. На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изъятию средств вооружения. Также на постоянном контроле должна оставаться работа по предупреждению пресечения криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершенных с использованием IT-технологий. Еще одно общее направление – противодействие незаконному обороту наркотиков. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и мудрой созидательной позиции жителей республики, в республике сохраняется общественная и социальная стабильность. Вы также уже говорили, это тоже самый важный момент, я считаю, особую актуальность вопроса безопасности приобретают в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте текущего года. Я абсолютно убежден, что сотрудники МВД Покорачаева Черкесской Республики во взаимодействии с органами власти всех уровней успешно справятся со стоящими перед ними совместными задачами по содействию и реализации избирательного права граждан и обеспечения безопасности граждан. Разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Все ваши указания и поручения будут выполнены в полном объеме. Лично с данным Министерством внутренних дел Покорачаева Черкесской Республики работоспособен и готов к выполнению всех поставленных задач. В селе Красный Восток Малокорачаевского района состоялось выездное заседание участников федерального проекта «Выбирай свое» на тему СВО «Тыл» и «Фронт Едины». Оно проходило на швейной фабрике, производящей вещевую продукцию для государственных нужд. С работой обособленного подразделения воен-текстильпрома ознакомился и Али Баташев. В швейном цеху фабрики не смолкает шум оборудования. Все белье армии России производится на Красном Востоке, с гордостью отмечает директор швейной фабрики Ринат Хутов. Он провел экскурсию по предприятию и познакомил гостей с основными этапами производственного процесса белья, костюмов и халатов для врачей и другой производимой продукции. Предприятие оснащено новейшим оборудованием с программным управлением, но часть производственного процесса осуществляется умелыми женскими руками. За четкими выверенными движениями швей с интересом наблюдал участник СВО Замир Гусов. Получил ранение в ходе боевых действий. Я находился в госпитале и я бы никогда не подумал, что все эти пододеяльники, наволочки, все медицинские бахилы, медицинские халаты, все это делается у нас здесь в республике, причем в таких огромных количествах. И знаете, когда смотрят и думают, может какие-то аппараты делать, специальные роботы 21 века, а труд? Нет, тут надо ценить этот труд. Труд здесь ценят. Зарплаты начинаются от 42 тысяч рублей. Далее в зависимости от квалификации и должности работника. Сейчас в стране возрождаются системы чествования и почитания людей труда и тружеников тыла, поощрения и другие меры социальной поддержки, отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Народного собрания республики Игорь Гонов. Когда рассматривался титул «труженик тыла», это вы помните после Великой Отечественной войны, там шли достаточно серьезные преференции в плане социальной поддержки. Там были и дополнительные единоразовые выплаты, и были постоянные выплаты, и были ордена и медали труженикам тыла. Я думаю, не сегодня, а завтра этот вопрос уже стоит на слуху руководства страны и будут отдельно отмечаться люди, которые сегодня работают на производствах, именно ориентированных на специальную военную операцию. На выездном заседании участников федерального проекта «Выбирай свое» на тему СВО «Тыл и фронт. Едины» обсудили социальную поддержку работников, юридическую защиту их трудовых прав, другие вопросы социального характера. Формат выездных заседаний будет продолжен на других предприятиях республики, говорят организаторы. Алибаташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. После окончания Ейского высшего военного авиационного училища он сообщил отцу о решении стать летчиком. «Ты можешь быть кем угодно – моряком, дворником, летчиком, токелажником, но ты должен быть лучшим», – последовал ответ. И он последовал наставлению отца. В средней школе поселка Марай-Ягы торжественно открыли парту героя, посвященная Герою России, Канамату Баташеву, погибшему, в ходе СВО, прикрывая с неба отход групп российских военнослужащих, попавших в окружение противника. Подробнее Мадина Каракетова. В первую очередь, наверное, ответственность. Ну, именно я сажусь первой за парту героя, Баташу Аханамату Алексеевичу. И в этот момент, конечно же, также гордость за то, что такие герои живут вместе с нами, и мы растем среди них. Нет ученик школы удостоенной чести первым сесть за парту героя не оговорился, потому что герои не умирают. Они бессмертны, покуда увековечили свои имена поступками. Так и Канамат Баташев – летчик-испытатель, который, зная о наличии ПВО, ценой собственной жизни прикрыл с неба отход попавших в окружение противника российских военнослужащих. Парту, посвященную этому герою, открывали торжественно, как и полагается, когда речь идет о человеке такого ранга. Гимен страны, на верность которой присягал Канамат Баташев, и гимен его малой родины Карачаевой Черкесии, где он родился, был воспитан, и в которой провожали его в последний путь. Исполненный вживую – вынос флага России. Дети знают всю биографию Канамата Баташева, его послужной список и, конечно же, подробности его подвига. Среди приглашенных и родной брат Канамата Баташева – Марат Баташев. Его такое внимание к личности героически погибшего брата со стороны подрастающих поколений и их педагогов растрогало. И он обратился к ним с ответной речью. Канамат сразу не родился героем. И до Канамата были герои, и после Канамата будут герои. Этому способствует школа. Школа учит к подвигам. Вы тоже должны, кто какую профессию выбрал, заниматься настоящим образом. И запомните, герой не тот, который спрыгнул со скалы или с моста, сломал себе кости, потом овощи. Герой тот, за кем народ, кто его чтит, его подвиги. Старшему брату Канамата Баташева, Марату Баташеву и лучшему ученику школу, юно-армейцу и активисту Аслану Барлакову предоставили право торжественно перерезать алую ленту, ознаменовав этим событием то, что отныне в средней школе Марая-Гы есть своя парта героя. И право первым сесть за нее предоставили Аслану Барлакову. Такова традиция. За этой партой отныне будет сидеть самый преуспевающий в учебе и примерный в поведении ученик поселковой школы. Акция парта герой состоялась в рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Это знаковое событие в каждой школе. В нашей особенно. Ведь мы открываем парту героя своему земляку, Канамату Баташеву. Это герой. Это пример мужества. И на этом примере мы будем воспитывать патриотизм у своих детей. В рамках месяца военно-патриотической и оборонно-массовой работы дети под руководством педагогов организовали и подготовили тематическую выставку. Кроме того, дети посещают лекции по заданной тематике музеи, проводят в неклассные часы, посвященные героям страны. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 2, плюс 7. В горах минус 3, плюс 2. А днём 16-21 градусов тепла и местами до плюс 12. В Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 4,6, а днём 18-20 градусов тепла. Глава Республики Рашид Темрязов рассказал, что в ходе трёхдневного цифрового марафона, который состоялся в минувшие выходные на выставке в форуме «Россия». Карачаева-Черкесия представила региональные достижения в сфере цифровизации. За последние два года Республика совершила настоящий прорыв в цифровой трансформации, что вывело нас в составе лидирующей группы в общем рейтинге субъектов России. Именно поэтому достижения и предложения в этой сфере были представлены на стенде Карачаевой-Черкесии министру цифрового развития страны Максу Тушадаеву. Особое внимание было уделено разработкам, напрямую влияющим на жизнь людей. Также рассказали, как рождаются идеи новых сервисов и какой путь они проходят до вывода готовой услуги. В Центре обсуждения развития госуслуг сервис уже давно пользуется популярностью среди жителей и стал отличным инструментом для решения их жизненных задач. Помимо этого, Карачаева-Черкесия была заявлена на форуме как астрофизическая столица России. Поэтому была представлена концепция международного форума Астросия, местом проведения которого станет Сауран. По словам президента России, без нового технологического уклада у страны нет будущего. Именно поэтому развитие цифровизации в регионе, внедрение новых цифровых решений и услуг обязательно будут продолжены. В Москве продолжается международная форум-выставка Россия. На этот раз темой мероприятия столичной выставочной площадки стала Молодежная Россия. Талантливая, целеустремленная, инициативная. Так глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов сказал о молодых людях, живущих в нашей республике, которые достойно представили регионные мероприятия. Альбина Ламкова подробнее. Молодежная Россия стала одной из ярких тем международного форума выставки «Россия», подарив гостям мероприятие «Настоящий праздник». Такие встречи мотивируют и помогают выбрать верный вектор движения в работе с молодежью. На столичной выставочной площадке рассказали о том, как ведется работа по различным направлениям с молодежью республики. Надо сказать, что Карачаева-Черкесия второй год остается в лидерах по эффективности реализации государственной молодежной политики в стране. Состоялась встреча с участниками форума выставки «Россия» с министром по делам молодежи республики Ибрагимом Татаркуловым, в ходе которой он рассказал и провел презентацию достижений этой сферы за прошедший год и поделился планами работы. А также ответил на все интересующие вопросы. Помимо прочего, для посетителей экспозиции была проведена развлекательная бизнес-игра, экскурсия по достижениям региона и викторина Карачаева-Черкесии. Для гостей экспозиции разыграли призы и подарки, произведенные на территории республики. Карачаева-Черкесия для главной молодежной площадки страны подготовила яркую разнообразную программу. Гости узнали о главных достижениях в части реализации молодежной политики и успехах молодых людей. Как отметил глава республики Рашид Тимрезов, нам действительно есть о чем рассказать. Карачаева-Черкесия находится в топ-5 рейтинга по реализации государственной молодежной политики в России. А за лучшую динамику эффективности реализации деятельности в этой сфере признан федеральным агентством по делам молодежи прорывом года. А еще ресурсный центр поддержки развития молодежного добровольчества республики признан лучшим в СКФО. Работа в этом направлении будет продолжена. В год молодежи в республике будет уделяться особое внимание ее развитию. Альбина Аламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!